Говорит и показывает Ермаков, хотели бы вы научиться создавать сайты? Я думаю, да. И для этого вам, конечно же, нужно было изучить языки HTML, CSS и PHP. Вы можете разными способами этому научиться, начиная со всяких платных курсов с неподъемной суммой от Mail.ru, Geekbrains или Skillbox и заканчивая вот универсальной штукой htmlbook.ru. Но в деле неожиданно появилась странная программа, которая позволяет создавать сайты без знания HTML. Нет, это не разнообразные конструкторы сайтов типа Wix и WebLive, которые же очень сильно надоели. Это что-то принципиально новое. Добро пожаловать в передачу, тестировщики! Итак, сию программу нам прислал человек по имени Саша Волохов. Могу ли я скинуть тебе свою прогу на тест? Да, скинь, я посмотрю. И дает такое красненькое описание. Эта прога позволяет типа... ТИПО! Ладно, к орфографии я придираться не буду, но давайте читать дальше. Типо создавать сайты без знания HTML, CSS и прочего. Ну хорошо, хорошо. Типа, я абсолютный нолев. Не знаю ни HTML, ни CSS, вот этих тегов, стилей и всего остального. Я не знаю. Но что за типа создавать сайты? Почему без типа? Ты не мог сказать совершенно утвердительно, что она позволяет создавать сайты? Это точно. Это 100% и точка. Конечно, на деле, то есть сейчас, прога довольно сырая. Но в ней уже можно создать, ну, какой-нибудь простенький HTML файл. Простенький HTML файл. Ну, с одной стороны, да. Все сайты строятся на вот этих HTML файлах, PHP файлах, которые хранятся там на каком-то сервере. Ну, допустим, HTML файл есть. Простенький HTML файл. Правда, я не уверен, что он пройдет тест на HTML стандарты, но работа над этим идет. Хорошо, я тебя понял. Если эта программа вдруг окажется очень сырой, я не буду тебя критиковать. Ты меня уже не бойся. Основные возможности проги. Естественно, типа создавать сайты. Для этого прога создается. Ну, ты уже об этом писал, тут небольшая тавтология. Ну, ладно. Создание, открытие HTML файлов. Спасибо, Cap. Система скинов. Их сейчас всего три. Мне кажется, этот чувак над дизайном поработал больше, чем именно над программной корочкой. Потому что все стремятся к тому, чтобы их программы или их продукт выглядели красиво. Но если что-то красивое снаружи, это не означает, что оно красивое внутри. Это как в обертке от конфеты. Ну, вы поняли, что. Система обновлений. Если есть ли выключенная настройка, то при запуске прок, если выждет обновление, то появится. Ух ты, ты даже автообновление реализовал. Ну, молодец, молодец. А то у большинства людей есть привычка не обновлять программы. Интересно, это обновление будет насильственное или нет. Можно протестить свой супер сайт прямо в проке. Достаточно нажать тестирование и протестировать в volsash.html. Ну, и да, вроде все. Из известных лимбагов при нажатии кода, что-то там, ничего. А, ну, ты еще не реализовал этот функционал, если обновлений нет. Ну, я не знаю, есть еще обновления или нет. Я, в общем, посмотрю. Так, вот он мне дал ссылку на файл. Где-то я его уже скачал. Ну, как вы уже поняли, он 100% под винду. Ну, кстати, интересная особенность. Если я его открою в маке, то он распакуется. Когда я все остальные акции открываю. Ну, просто мак не поддерживает акции, это же совершенно очевидно. Сейчас, подождите. Вот, тут такие вот распакованные файлы есть. В общем, они нас не особо интересуют. А мы отправляемся тестировать нашу программу. Нам понадобится, конечно же, винда. Сейчас перекину ее в окно. Делаем вот такой дорогой дро. Так, давайте же посмотрим. Как же с помощью этой программы создавать сайты, даже не зная HTML. И даже не заходя в интернет, как мне кажется. Потому что нам не нужны ни Vix, ни WebLive, ни прочие говноконструкторы сайтов. Вот, volsash.html.setup. Установка volsash.html. Volsash! Блин, ты прикольное название придумал. Мне кажется, ты его просто выжал из себя. Ты не мог придумать чего-то более креативного. Вот представьте себе, если бы антивирус Касперского назывался Касевк. Или там Windows называлась... Даже страшно представить как. Просто взял первые трибуки своего имени, первые трибуки своей фамилии. Ну, красавчик, красавчик. Но мне кажется, что такое название звучит не очень красиво. Volsash. Так что с неймингом у тебя большие проблемы. Рекомендую тебе назвать это как-то по-другому. Мне самому неприятно. А ты где писал эту программу? Volsash. Так, вот лицензионное соглашение. Свои копирайты поставил. О, лицензионное соглашение короткое. Могу просто не читать, как обычно. Ну, тут неинтересно читать ничего вообще. Совсем. Принимаем соглашение. Убираем директорию установки. Ты пользовался Nullsoft Install System. Да, она достаточно свободная. Установщик файлов стандартный, обычный. Окей, установлено. Вот у нас появилась Volsash.html. Ух ты! А почему у тебя иконка, как у канала LikeNastiaVlog? Она какая-то слишком детская, как мне кажется. Если какой-нибудь 19-летний старик увидит вот это вот, вот скажет, а, это что-то там для детей программировать. Они же ничего не знают. Я могу дать это своему новорожденному ребенку, чтобы он там создавал свои сайты. Я многократно сталкивался с детским программированием. Помню, как в классе восьмом встречался с языком программирования Logo. Это такая черебашка. Вы об этом не знаете. Я как-нибудь сделаю про него видео, но только если вы подпишетесь на канал и наберете 100 лайков под этим видео. И вот еще была акция Час Кода. Там надо по блокам собирать алгоритм, чтобы какой-нибудь персонаж доходил до еды через лабиринт. Я последний раз-то 4 года назад проходил. Она каждый год в зене информатики проводится. Если она будет, мы обязательно ее пройдем. Я сниму об этом видео. Но логотип слишком детский. Нейминг тоже не очень хороший. Ну, открываю программу. Ух, какая вещь. О, это поле для ввода... Так, еще раз наведу, там подсказка всплыла. Это поле для ввода текста. Вы можете написать сам код, если вы новичок, лучше пользоваться конструктором. Ой, спасибо, капитан, очевидность. Ты меня переубедил просто. Так, тут можешь создавать новый файл. Можно открыть существующий файл. Кстати, да, он существующие файлы тут открывает. У меня где-то была лаба по веб-программированию. Давайте мы ее сюда тоже дропнем. Так, ну я вижу, дрэгон-дроп ты тут не реализовал. А желательно было бы. Это же проще. Открыть. Давайте откроем. Так, лабораторная ввода 8. Так, ну вот, вроде бы текст здесь отображается. Что это такое? Это просто игрушка. Осел запретил планет сценарий. А, ну, разрешите лакеросвейджин. В общем, здесь игра какая-то. Просто картинок тут нет. Это игра, где надо кота бить тапком. У нас была лава в универе. И вот в связи с этим я решил немного порофлить над этой поделкой, так скажем. Ну, это самый первый релиз. Может, если у автора все хорошо с мозгами, он продолжит это, доработает. Сделает это юзабельно, что этим будут пользоваться миллионы, миллиарды людей во вселенной. Сохранить файл можно. Вид. Стандартный вид. Скины. Да, красивые такие скины. Windows Media Player отдыхает. И тема Луна из Windows XP тоже отдыхает. Fair Clock. Вот с визуализацией ты хорошо поработал. Тебе надо было бы идти в университет промышленных технологий дизайна, а не на программиста. Понимаешь, да? А где вообще сидеть дома, обучаться графическому дизайну при помощи уроков на ютубчике? Так, ну скины хорошо. Стандартный вид. Так, что-то он слетел у меня, этот стандартный вид, потому что была желтая рамка, а она стала какая-то классическая. Но не суть, не суть. Подать заявку на добавление скина. Давайте, открывается замечательный сайт этой программы. Опять же, с детской иконкой. Еще и реализованный на движке медиавики. Ты тут что, свою собственную Википедию, что ли, создавать пытался? И тут есть заявки на добавление скинов. Не понимаю, зачем ты написал Википедию? Еще и на бесплатном хостинге. 000webhost.com Программа для создания простых HTML-страниц без знаний HTML. Она абсолютно бесплатная, имеет открытый исходный код. Открытого исходного кода я пока еще не встретил. Но может встречу в будущем, если ты автор мне его скинешь. Так, ну в общем, сюда можно писать всякий HTML-код, который, кстати, не подсвечивается. Ну, бывает. Это же самый первый релиз программы, и я ее тестирую. Так, тут я был. Настройка обновлений. Ну, тут не работает кнопка включить автоматическое обновление. А хотя ты говорил, что здесь есть обновление. Где же оно? Это хорошо, хорошо. Тестирование. Внутреннее тестирование. О, это нормально, кстати. Нормально. Сейчас я еще раз открою этот файл, который у меня лаба моя. Это уже похоже на IDE, где можно свою программу уже скомпилировать и выполнить. Правда, тут ничего нет. О, тут кодировка слетела, но она все будет нормально, если вот эту строку meta.charset.utf8. Мне кажется, я с этой программы уже очень сильно заигрался. Давайте же попробуем создать через нее какую-нибудь страницу, даже не зная языка HTML. И вообще ничего, что с этим связан. Нам поможет кнопка добавить объект. Давайте добавим какой-нибудь текст. Какой текст? Давайте. Давайте изъезженную фразу. Вот, есть. Текст добавили. Интересно, она проиграется или нет? О, отлично. Она даже так хорошо запустилась. Если я сейчас сохраню это как HTML, она, как ни странно, тоже будет работать. Потому что самая верхняя строка с восклицательным знаком тег dogtype.html, тег html, head, body. Это на самом деле, как оказывается, все факультативно. Но рекомендуется. Скорее рекомендуется, чем не рекомендуется. Потому что сообщает браузеру тип документа. Давай я назову index.html. Потом я этот сайт закину на сервер. Создам какой-нибудь одностраничник. Вот, хорошо. HTML. Окей. Давайте сейчас что-нибудь добавим. Давайте добавим заголовок. И размер. О, хорошо так получилось. Давайте сейчас что-нибудь. Глава первая. Добавить объект. Объект, объект. Заголовок. Заголовок второго уровня. Давайте добавим. О, два. Раздел один. Давайте до четвертого, до шестого уровня дойдем. Четвертый уровень. Пень. Окей. Проверяем, что тут. Ага. Вечная классика. Черный таймс нью роман. Как его оформлять-то вообще? Ссылка. Ссылка, ссылка, ссылка. Давайте так. Проверяем. Ссылочка. Что? Так это всего лишь встроенный браузер? Даже я не знаю какой. Ты еще и такой браузер встроил? Почему? Мобильная версия. Я не знаю, что это за браузер. Как узнать браузер? Сейчас надо немножко загуглить этот. Сейчас я Google сюда напишу. Пацан, ну ты рофлишь надо мной, рели. Так, еще раз. Это мою мать, я вечно путаю комбинации на Маке и на Винде. Тестирование. Так, открываю Google. Google открылся тоже в упрощенном режиме. Какой у меня браузер? Мобильная версия. Сейчас посмотрим, что у меня забрал. У вас неизвестный науки браузер? Ха-ха-ха. Льюзер-агента. Волсаж. HTML браузер. Фолл-тест. Ты что, разрабатываешь смесь саблайн-текст с каким-то говнобраузером, который только под мобильное устройство годится? У которого даже нет кнопок перехода вперед-назад? Интересно, тут JavaScript он какой-нибудь поддерживает? А хотя стоп, я же не знаю HTML. Какой JavaScript? Я же, блин, я же не знаю, как встроить JavaScript в браузер. Я же абсолютный ноль в создании сайтов. Эта прога должна меня научить. Поре для ввода. Инпут. По-моему, после Инпута должно стоять Type. Какое-то поле для ввода. Или это кнопка для нажатия, или это текстовое поле. Мне кажется, тут вообще атрибуты никакие не добавляются. И что атрибуты я должен знать сам. Ладно, сейчас что-нибудь проверю. Так, вот поле для ввода какое-то. Ну и там будет какая-нибудь кнопка Submit. Так, аббревиатура к родним аудио-видео. Ну, видео здесь нет никакого у меня сейчас, поэтому я его устраивать не буду. Все, всего две страницы. Зато есть перечеркнут текст, курсивный текст, подчеркнутый текст, вывоз значений в известном диапазоне, ну и всякое такое. Боже мой. И что, и вот это сайт. И на основании вот этого я могу назвать вот это сайтом. Чувак, я посмотрел свою программу. Она мне дико не понравилась. Я не могу с ее помощью создать мега крутой сайт с охуенным дизайном и со всем остальным. Нет. Я могу создать только простенький HTML файл, как ты там у меня написал. Где-то, вот. Так что, чувак, давай, дорабатывай свою программу. Идея, мне кажется, неплохая, что ты взял, типа, создал обычную IDE, что ты соединил саблайн текст или обычный блокнот, в котором можно писать с браузером. Но браузер тоже требует доработки, потому что где? Кнопки перехода вперед, назад, обновление страницы. И вообще браузер какой-то слишком легкий. Под мобильные устройства адаптированы. Google открывает в мобильной версии, VK открывает в мобильной версии. Так что, чувак, давай, если у тебя есть мозги, то дорабатывай. А в этом видео вы узнали, как создавать сайты без знания HTML с помощью прекрасной программы с красивейшим названием, которым я бы назвал свой родной город. Волсаж HTML. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите увидеть больше таких шкалоподелок. Вступайте в наши соцсети, группу ВКонтакте, общайтесь в нашем Дискорде. И ждите новых видосов. Всем пока-пока. Люблю вас.